На сегодняшний день в крае живут 696 тысяч пенсионеров, а вот тех, кто в 2023 году, будучи в статусе пенсионера, официально работал, всего 102 тысячи. Пенсии повысят тем, кто не просто работал, а делал это официально, и к тому же работодатель платил за человека страховые взносы. Средний размер повышения невелик – 214 рублей. На то есть причины. Есть ограничения. То есть если работающий человек, не пенсионер, в течение года может заработать и накопить себе на пенсию 10 пенсионных коэффициентов, то для работающих пенсионеров есть законодательное ограничение – 3 пенсионных коэффициента. То есть неважно, какую он зарплату получит, хоть 5 миллионов, но есть ограничения – 3 пенсионных коэффициента. Согласно поправкам в федеральный закон, со следующего года соцфонд начнет снова индексировать пенсию всех работающих пенсионеров. А их в регионе сейчас больше 96 тысяч. Решение приняли по поручению президента страны. Первая индексация пройдет в феврале 2025 года. Напомню, что пенсии работающим пенсионерам не индексировались с 2016 года. Чтобы рассчитать прибавку, планируется учесть пропущенные 8 лет. Они посчитают эту базу, то есть какой бы размер пенсии был у человека, если бы не было пропуска этих индексаций. Допустим, размер вот этой базы будет составлять 23 400 рублей. Именно к этой сумме и будет применен размер индексации. К примеру, это будет 1600 рублей. Мы эту прибавку, 1600 рублей, прибавим к тому размеру пенсии, который человек фактически получает. То есть 17 400 плюс 1600 получим 19 тысяч рублей. А вот пенсию с учетом всех пропущенных индексаций работающим пенсионерам будут платить лишь после их увольнения. Что касается социальных пенсий, то, как нам сообщили в социальном фонде Края, их продолжат индексировать согласно темпам роста прожиточного минимума пенсионеров с 1 апреля. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев, Дмитрий Денисов, День с толком.